МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Малое предприятие Владимира Пушкина сейчас принято называть диверсифицированным. Бизнесмен оборудовал мастерскую по ремонту машин, автомобильную мойку и открыл мини-маркет. На рынке услуг Новочебоксарска индивидуальный предприниматель начал работать 4 года назад. Но дела быстро пошли в гору. Клиентскую базу Владимиру удается расширять за счет качественного сервиса. Монтаж, автосервис, замена масла, автомойка. Сейчас был такой магазин, мы поработали, мы решили, чтобы у нас построили здесь автомойку. Деньги получили под АПМБ, под проценты. Построили автомойку. У них же взяли деньги на оборудование для автомойки же. Потом, получается, мы тоже взяли деньги, выкопили землю здесь из автомойки и построили магазин. Автозапчастей, автосервис, шинмонтаж. Я думаю, что нет, все равно машин много в городе, все больше становится автомобилей. Я думаю, это перспективный бизнес. Вводим прибыли есть, и платим кредиты, платим. Вот через 2-3 года будет полегче. Но начинать свое дело было непросто, говорит Владимир. Когда возникла потребность в заемных деньгах, бизнесмен обратился в банки, но получил отказ. Предпринимателю не хватало стажей работы в сфере автоуслуг. Государственная поддержка пришлась кстати. Микрохредит Владимиру предоставили в региональном АПМБ. Первые результаты работы бизнесмена приехал оценить и министр экономического развития региона. Клиент интересный, понятный возврат из средств этих, понятный бизнес для нас, еще раз говорю. Поэтому считаем, что такого направления компания нужно поддерживать и развивать. Особенно в городе Новочебоксарске. Я специально поинтересовал своего директора, сколько он бремени уделил. Потребовалось получить с момента обращения это 8 дней. Через 8 дней после его обращения он получил финансовые средства. Это возвратные средства. Он их в течение своей деятельности за счет получения операционной прибыли возвращает. Поэтому для нас тоже это понятная поддержка, результат которой мы эти же средства направим. Или на него же, если у него будет желание дальше развиваться, а территория позволяет. Или другим предпринимателям. Банки там первых процентов выше, во-вторых, там надо не меньше полгода быть предпринимателем. А тут в течение месяца, если ты месяц уже работаешь предпринимателем, то в течение недели-двух уже можно получить кредит реально. Копить денег это невозможно столько, когда жизнь пройдет. Во-вторых, проценты ниже. И сроки смотрения короткие. Предприниматель отмечает, что такой помощи от банков не дождешься. В Марпасадском филиале АПМБ ему предоставили 5 займов под выгодные проценты. Спрос на микрокредиты от правительства в бизнес-среде растет. Для предпринимателей в республике финансовые ресурсы становятся все более доступными. У нас и вот агентство поддержки малым бизнесом сегодня капитализация составляет около 500 миллионов рублей. То есть, если разложить по миллиону рублей каждому, то 500 предпринимателей республики сегодня смело могут заявляться. Вопрос, нужна ли поддержка, конечно, нужна. Кроме того, сегодня в республике действует порядка 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Понятно, что до каждого из них мы не сможем дойти, но до предприятий, которые действительно все нужны, которые являются приоритетом. Приоритет для нас это, безусловно, чистая деятельность, открытая деятельность, это создание рабочих мест, это понятный бизнес для нас, это не лицензионный, не акцизный бизнес. Мы такие предприятия поддерживаем. В микрокредитах остро нуждаются и агрария. Сельхозкооператив Михаила Тагеева получил займы в непростой период. В региональном АПМБ хозяйству предоставили недостающие средства на удобрение, а это залог большого урожая. Надо было продать семена, семена и фонд у меня лишний. Ну, мне, например, надо было 100 тонн, мне было за 200 тонн. Если я их продал бы, у меня было бы те же деньги, полтора миллиона были бы, но по времени не успевали, поэтому к ним обратились мы. Ну, если мы эти деньги не получили, мы опоздали бы, это подкормка зимы. Например, 1 мая деньги нужны были, 15 мая они нам уже не понадобились. Своевременно поддержка была. Мы в этом году первый раз к ним обратились. Очень хорошая организация, вопрос решили положительно и очень быстро. Мы на их деньги, они нам миллион выдали. Вообще нынешний год для хозяйства Михаила Тагеева выдался удачным. Было собрано более 2000 тонн зерна, неплохие удои начали давать коровы. Молоко реализуют заводом для последующей переработки. Они выпускают творог делают и пакетирование делают. 9,5% жирности и 3,2% на молоко. Спрос-то есть. У нас нехватка молока в России. Мы себя воспитим. Только, как говорят, 80% молока только. Но хотелось бы, цены были выше. У меня две фермы. Я сам еще новую ферму построил для молодняка-скотина на 140 голов. На сегодня дуем, так как коровы запуска, 12 литров получается суточной вдоль. Сейчас у нас площадей 1900 гектаров. Из них 1300 гектаров зерновые. В хозяйстве продолжают вводить в оборот залежные земли. Назрела необходимость строительства нового коровника. Микрокредиты от правительства, говорит Михаил, лишними не будут. В агентстве по поддержке малого и среднего бизнеса готовы предоставить займы до 3 миллионов рублей. У нас выгодная процентная ставка от 6% годовых. Также имеется для удобства клиентов залоговый и беззалоговый займ. На нашем сайте есть калькулятор, где можно посчитать сумму займа, когда планируется возврат, а также есть список необходимых документов. В Мариинско-Посадский филиал АПМБ часто обращаются и предприниматели других муниципалитетов. За время работы было выдано более 140 микрозаймов. В основном берут на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, автотранспорта, а также приобретение недвижимости какой-то коммерческой. Основные наши клиенты это все-таки в сфере услуг. Но на втором месте сельское хозяйство, промышленность уже на третьем. Я помню, что был предприниматель, который с момента регистрации прошло не более двух месяцев. Он обратился к нам, другие банки ему отказали, и у нас он получил желаемую ему сумму в самые короткие сроки. Руководитель Минека отмечает, что поддержка малого бизнеса оправдывается стократно. Доля налогов от предпринимателей увеличивается с каждым годом. В развитых странах примерно 80% занимает долю валового внутреннего продукта, это малый бизнес. У нас сегодня это доля 30%. Задача нам и глава республики поставила довести ее в ближайшее время до 50%. 30% всего населения республики трудится именно в сфере малого и среднего предпринимательства. Это один из тоже аспектов, почему мы поддерживаем и развиваем. Это, прежде всего, социальный проект развития бизнеса. Сейчас в республике насчитывается более 50 тысяч малых предприятий, и их количество продолжает расти, а это залог государственной поддержки бизнеса. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за актуальными новостями отрасли. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова